Добрый день, меня зовут Блакса Екатерина, я студентка Европейского гуманитарного университета, обучаюсь на втором курсе программы визуальный дизайн. И я бы хотела поделиться своими коллегами, студентами, которые также обучаются в этой сфере, лебедуриентами, которые планируют поступать в Европейский гуманитарный университет, некоторыми приемами, которые были сформулированы мной и моей мини-группой в ходе работы над курсами и работы над проектами именно в формате дистанционного образования в ЕГУ. В первую очередь хотелось бы сказать как раз-таки о формате групповой работы. Так как проблемы с коммуникацией иногда появляются и в формате обучения недистанционного, то в дистанционном обучении, естественно, этот вопрос становится еще более острым. И в таком случае дизайнеру, мне кажется, здесь поможет еще такой момент – это выбор правильной площадки для коммуникации. Естественно, что необходимость некого чата группы всегда присутствует, однако также очень важно, чтобы этот чат мог предоставить вам возможность присылать быстро визуальный контент без сильной потери качества. И здесь из всех социальных сетей, которые… ну, простых социальных сетей, которые мы перепробовали, Телеграм, на самом деле, одна из самых выгодных площадок, так как многие материалы там не теряют так сильно качество, как в других социальных сетях. Однако, если вам нужно каким-то образом обмениваться более тяжелыми файлами с более высоким качеством визуальным, то, конечно же, есть необходимость создания общего хранилища Google Диска для вашего проекта или задания, на котором также очень важно заняться организацией контента так, чтобы были отдельные папки для отдельных видов материалов, для ПНГ изображений, для аудио и так далее. И это очень хорошо может помочь в работе над проектом. Также очень хорошо работает в таком случае работа с мудбордами. И именно в контексте дистанционного самым простым вариантом создания мудборда коллективом здесь является создание, допустим, Pinterest-доски. То есть доски на Pinterest, которая может быть дополнена некоторым количеством пользователей. Есть также специальные сервисы в интернете, их очень просто найти. Такие визуальные хранилища могут помочь вашей группе намного быстрее делиться неким контентом, который вы находите для реализации ваших заданий и проекта. Говоря не о групповой работе, хотелось бы также ввести один такой момент, который мы сформулировали также в группе в ходе работы над одним из проектов. Это момент коммуникации с преподавателем, а именно специфически в сфере дизайна, это момент отсылания преподавателю задания. Так как задание для дизайнера представляет собой результат этого задания, чаще всего представляет собой некий визуальный материал, то преподавателю, конечно же, намного, мне кажется, будет эффективно увидеть и ваши промежуточные этапы работы. И тут есть несколько вариантов. Первый — это просить преподавателя посмотреть ваш промежуточный начальный вариант работы над выполнением задания до присылания итогового варианта. Это написать преподавателю в личное сообщение в чате, или же написать ему на почту, или же при загрузке итогового задания также загрузить дополнительно некий коллаж из ваших промежуточных или предыдущих заданий, для того, чтобы преподаватель видел, какой объем работы был выполнен, так как в ходе дистанционного образования он не может наблюдать процесс вашей работы непосредственно на паре, как это происходит в обычном режиме. И следующий момент также насчет работы на занятиях. Мне кажется, очень важным моментом здесь является обмен опытом со своими коллегами. Раньше, находясь в одной аудитории, мы могли спокойно подойти к своим друзьям, знакомым в группе и посмотреть, какие материалы они используют, и программы для реализации тех или иных заданий, подсказать что-то им и спросить, что-то у них относительно этих заданий. На данный момент, конечно же, это намного сложнее. Таким образом, очень нужно не бояться проявлять инициативу, писать своим одногруппникам, если вы видите какой-то классный прием, который они используют. Потому что, скорее всего, вы тоже знаете, что это такое, что будет полезно им. Скорее всего, такой обмен опытом принесет вам обоим только очень хороший профит в вашей работе. Единственное, что здесь нужно действительно не бояться коммуницировать таким образом, не бояться писать кому-то в личное сообщение. И последний мой совет уже абитуриентам. Я очень советую абитуриентам участвовать в вебинарах, которые проводятся нашим университетом, по той причине, что я, как недавний абитуриент, по сути, тоже понимаю, насколько это на самом деле удобно. Потому что сейчас вы можете прокоммуницировать с преподавателями, взять их контакты и задать им какие-то интересующие вопросы в своей домашней обстановке. То есть вы абсолютно не будете находиться в стрессовой ситуации из-за необходимости адаптации в незнакомой среде. Вы абсолютно будете не бояться написать сообщения в чат. Это не совсем то же самое, что задать вопрос, находясь в аудитории. И это подготовит вас уже к дальнейшему очному диалогу с преподавателями, с которыми вы в скором, скорее всего, встретитесь на ближайших днях открытых дверей или в ближайшем учебном году. Я хочу пожелать всем сохранять творческий настрой, проводить время в карантине с пользой и обязательно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких в такой ситуации.